Всем тихой ночи! А вот и третье видео про МокССП, про тех ребят, которые встречают ужасы мира аномального лицом к лицу. Да, до этого уже было два таких ролика, в которых я упомянул два десятка групп фонда, и всё ещё осталось немало таких, о которых нужно рассказать, ведь фонд содержит множество аномалий, а для этого нужно много людей. В короткометражке Overlord была показана Мока Псилон 6 «Деревенские дураки», и по канону, которого нет, это довольно-таки важная группа, ведь деревенская местность хранит в себе уйму загадочного. Конечно же, главным делом этой группы и основной причиной её создания было изучение SCP-2480, небольшого провинциального городка, буквально набитого невидимыми монстрами. Деревенские дураки были первыми, кто прибыл в это место и описал происходящее, а также столкнулся с опасностями этого небольшого поселения. С тех самых пор данная группа назначена проверять все сообщения о странных населённых пунктах, находящихся вдали от больших городов, а в некоторых случаях и следить за активностью тех или иных аномалий на постоянной основе. Это показано в SCP-2815, где фонд обнаружил деревню с не самыми обычными жителями. Обитатели небольшого венгерского поселения были замечены за совершением ритуалов культа саркицизма, и теперь МОК и Пселон-6 следят за тем, что из этого выйдет. Кстати, в отличие от того, что показано в краткометражке, это МОК практически не воюет, а занимается по большей части разведкой и наблюдением, опрашивает людей, ищет следы аномальных явлений и собирает необычные предметы в сельской местности. И это достаточно часто приносит свои плоды. На самом деле, это МОК находит немало новых объектов, которые фонд может спрятать в своих подземельях. Например, ими было обнаружено существо, получившее номер SCP-2561 в качестве объекта фонда. И существо это достаточно интересное. Вообще, это кошка, у которой вместо головы телевизора. Как же удалось поймать такого монстра? Однажды люди, живущие где-то в американской глубинке, сообщили, что они не могут смотреть свои любимые телепередачи, потому что в них вторгаются странные помехи, обрывки каких-то фраз, страшная музыка и просто отвратительные звуки. Фонд обратил внимание, что источники этих сообщений как будто постоянно перемещаются, с места на место, с определенной скоростью. А значит, у них есть какой-то конкретный подвижный источник. На эту информацию отреагировала именно МОК Эпсилон-6, которая, прочесав местность, выловила существо. Да, МОК Эпсилон-6 в короткометражке воюет с чудовищами и невидимыми культистами. МОК Эпсилон-6 в объектах ловит кошку с телевизором вместо головы и общается с сельскими жителями. А еще как-то так получилось, что, прочесывая малонаселенные районы, деревенские дураки поймали вот это, что бы это ни было. Я думаю, это существо просто скоро уничтожит. Так что просто идем дальше. Так или иначе, не стоит недооценивать эту МОК, ведь она достаточно многочисленна. Потому что для того, чтобы контролировать огромное число небольших деревень, нужно очень много людей. В SCP-5000, по сюжету которого фонд какого-то мира решил уничтожить человечество. Именно это МОК выискивало выживших, которые думали, что спасутся, спрятавшись в самых отдаленных уголках мира. Сам Эпсилон-6 практически не вступает в бой с противником. В том же SCP-2480, когда стало понятно, что невидимые культисты настроены не очень приветливо, и с ними надо воевать, была создана отдельная МОК под названием «Пси-9, глядящие в бездну». Пси-9 получилась довольно сильной группой. Их психические возможности расширены различными веществами и оккультными ритуалами, а огневая мощь обеспечена артиллерией и тяжелой техникой. Как раз то, что надо, чтобы воевать с монстрами саркицистического культа и их создателями. Опыт МОК-Пси-9 пригождался фонду много раз. Например, имена они были той группой, которую отправили в сюрреалистический мир и лагады, где, впрочем, эта МОК понесла большие потери. Более успешным их делом была работа с SCP-2408 «Могилой Орока». Расследование информации о существовании банды, состоящей из монстров, под названием «Черная ложа охотников», привело к поимке множества самых разных существ. И нынешней задачей МОК-Пси-9 является обеспечение безопасности ученых фонда, которые работают с пойманными монстрами. Так что сейчас работа этой МОК может не самая интересная, но относительно безопасная. Монстры в клетке безопаснее, чем монстры в поле. Сама идея МОК, состоящая из бойцов, разум которых усилен различными веществами и мистическими практиками, понравилась фонду настолько, что на замену МОК-Пси-9 в полевых операциях пришла МОК-Пси-13 «Охотники на ведьм». Эта группа отличилась при внедрении в «Черные ложи охотников», а также при работе со многими другими объектами. Они были направлены в уже упомянутую венгерскую деревню, ту самую, которую нашли деревенские дураки. И там смогли не просто начать наблюдение за местными, им удалось внедриться в их общество и узнать много нового. МОК-Пси-13 смогла узнать детали выполняемых ритуалов и собрать огромное количество аномальных образцов. Сочетание химической обработки и мистической подготовки сделало этих бойцов идеальными агентами внедрения, а широкий арсенал оружия с зажигательными боеприпасами делает их отличными борцами с монстрами из плоти, которых нередко создают циркицисты. Бойцы МОК обычно имеют очень узкую специализацию, ведь отличие какого-нибудь зомби от монстра-растения очевидно большое, а такие в мире SCP тоже встречаются, и встречаются нередко. И для этих случаев была создана МОК-ТТ-4 садовники, которые постоянно ездят усмирять разбушевавшуюся зеленую нечисть, как это было в случае с SCP-1262, когда около вулкана в Исландии была найдена зеленая растительная масса, которая могла разрастаться настолько быстро, что буквально поглощала зазевавшегося человека. У МОК-садовники есть полный набор для того, чтобы отправить зеленого монстра обратно в сад. А что если агенты фонда сообщат, что встретили полтергейста или призрака? В SCP-128 описывается случай, когда полевые агенты фонда встретили дом, в котором буйная нематериальная сущность бросала предметов жильцов. Или вот как в случае SCP-2227, когда стали поступать сообщения о призрачных фигурах людей на железнодорожных станциях и в метро. Даже для таких противников у SCP есть отдельный МОК, носящая название МЮ-13 «Охотники за привидениями», и у них есть все необходимое, чтобы обезвредить и изловить любого призрака или духа. Совсем другое дело, когда опасная аномалия представляет собой опасность восприятия. Сюда же входят и невидимые объекты. Тогда в дело вступает МОК «Это-10. Не вижу зла», в который входят только обученные по особой программе бойцы, разум которых может противостоять многим угрозам. Самой первой операцией этой группы был захват SCP-20, невидимого грибкового организма, умело скрывающего себя от восприятия человека. А ведь страшно это было существо. Только представьте, что все вокруг покрыто грибами, которых невозможно увидеть без специальной подготовки. После успешной операции по сбору невидимых грибов, этот 10 занимался другими аномалиями, кусающими людей прямо за сознание, различными живыми отражениями в зеркалах, узорами, ломающими мозг человеку, и даже опасными надписями в общественных туалетах, а это дорогого стоит. Впрочем, чем дальше, тем более серьезную работу получала эта МОК. Впоследствии она работала с SCP-2140, а это древние символы, похожие на руны, которые ни много ни мало способны менять прошлое, изменяя за счет чего и настоящее. В общем, идея такова, что против противника каждого вида собирается своя боевая МОК. В мире SCP полно не только существ, которым нужен свой подход, но и организаций, каждая из которых создает свои неповторимые вызовы. Та же организация торговцев аномальными предметами МКИД проводит аукционы, и для того, чтобы в результате этих мероприятий все вещи оказывались в руках фонда, была создана МОК Нью-3 богатая акционера. Люди из этой группы проникают в аукционные дома и хранилища МКИД. Впрочем, удается это не слишком хорошо. В том же SCP-2463 написано, что агенты фонда были разоблачены, и аномальный предмет пришлось отбирать силой. Зато дальнейшие операции этой МОК были более успешны, и теперь ни один аукцион мистических торговцев не проходит без пристального взгляда членов этой МОК. Отдельные группы собраны для поимки роботов организации Андерсон Работикс, а также и для помощи обществу Уилсона в отлове аномальных зверей. А вот МОК РО-профессора вообще взаимодействуют с тем, что создает университеты с параллельного мира, известные как Эликсильва. Короче говоря, мир SCP разнообразен, чего в нем только нет, и для каждого явления фонд SCP создает свою МОК, которая снабжена всем, что может потребоваться при встрече с неизвестным. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Канал сейчас переживает не лучшие времена, а ваша активность может сильно помочь. Всем пока!